добрый вечер добрый день как меня слышно хорошо так сейчас посмотрю сколько нас человек 25 человек вижу что в основном да все практически партнеры ну что ж сегодня буду рассказывать про свой опыт делиться с вами своими мыслями своими хитростями и тогда покажу вам все результаты но начнем начнем мы с моего самого первого ролика я хочу вам показать как все начиналось сейчас внимательно все смотрите слушайте и запоминайте как я выглядел тогда ну хорошо слышно да еще раз а то у меня лежал микрофон и сейчас стал должно быть лучше да ну все давайте посмотрим как все начиналось и и и и и и и Продолжение следует... 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 Лето начнётся, там вообще больше фруктов, меньше всего остального. И потом, я конечно, когда ехал. Давайте я вам сейчас расскажу свой день. Если вам интересно. Слайды мы посмотрим, там ничего нового. Если вам интересно, как вообще у меня проходит день. Ну вот, в свете именно зен-потребления. Да, Мария, только не совсем для наращивания мышц. Вот, это мышцы наращивания. Если есть человек худой, он начинает есть побольше белка, употребляет ещё зен-про. И вообще старается калорийность свою, дневную, там делать в районе трёх тысяч калорий. У мужчины там где-то две с чем-то тысячи надо. Две с половиной. Вот. Там побольше калорийности, побольше. И вот зен-про, это как раз протеиновый коктейль, который и направлен на увеличение мышечной массы. Но. Как действует он в момент похудения. Вы, когда делаете какую-то активность. Ну вот, в данном случае прогулка утрешняя. Вы делаете, у вас тратится энергия. Энергия. Но энергия у вас, вот тут важно. Не носиться, не делать больших нагрузок, чрезмерных. Пульс, ну не должен выходить за пределы где-то 135. От 100, там 10 до 135. Если будет носиться человек под 160, 170, 180, у него начнёт уходить мышечная масса. Идёшь спокойно, но чуть-чуть быстрее, чем 5 километров в час, чтобы у тебя уходил вот именно жир. Тогда организм у вас уводит, забирает вот эту энергию из жира. Он у вас снижается. А когда вы потом пьёте Зен-Про, вы как бы восстанавливаете потерянные. Сейчас я расскажу, Дмитрий, про свой день. Меня просто, ну вот этот вопрос немножко отвлёк. Когда я пью Зен-Про, я восстанавливаю как бы энергетический баланс. Но у меня идёт вот эта вот белковая веса, вся составляющая Зен-Про в мышце. Таким образом, бывает так, что вот снижается даже, не снижается вес. Хотя у меня ни разу не было, у меня всегда снижался. Вот. Смотрите. А объёмы уходят. И вот это очень приятно. Ну и так. Я утром просыпаюсь. Я ничего не ем. Ну, хотя не рекомендуют там делать зарядку. Из такой без наголодных желудок. Не знаю. Я не ем. Я просто, у меня сейчас все спят. Встал часиков в шесть, пол шестого. Сейчас светает рано. И на парапет. Я делаю сейчас в среднем на неделе три круга по три километра. А субботу и воскресенье по четыре. Я себе увеличиваю нагрузку. Но мне это не трудно. Потому что я не бегу. Я не выматываюсь. Я делаю таким быстрым шагом. Который, ну, достаточно энергоёмкий. Но не тяжёлый. За время вот этого пешего своего марафона. Я успеваю обдумать всё. Это очень полезно, ребят. Вот для меня. Для моей работы. Очень полезно. Я обдумываю всё, что я должен сделать за день. Обдумываю, кому позвонить. Обдумываю, презентации придумываю. Я обдумываю, что ввести нового. То есть, идёт такой. Вот когда этого нет. Вот сидишь, проснулся за компьютер, плюх. Одно, второе, третье. Подумать некогда. Здесь идёт просто такой взрыв. Ну, мозговой штурм, как говорится. И когда возвращаешься, принял душ. Уже, во-первых, доволен собой. День такой яркий. Всё впереди. Я после душа совершенно спокойно. Блюминез. Серым вам каждый день мажусь. Вот. Утром. Потом выпиваю резерв. Обязательно. Ну, это уже мы вот с Надей пьём его. Вот как начали в июне. И вот уже скоро год. Каждый день. Это тоже здорово помогает. Ну, поддержит себя в тонусе. Потом беру Зенпро. Вот здесь Нина сказала кашка. Не. Я делаю побольше воды. Побольше. И у меня получается грамм, может, 400. Этого коктейля. Хорошего. Очень-очень вкусного. Как следует его сболтал. И я его выпиваю такими небольшими глоточками. Ну, там минут за 5-7. Просто пьёшь. Наступает сыпись, пока ты ешь. Первый месяц я выпивал коктейль. Садился ещё яичницу себе жарил. По привычке там всё это дело. Ну, постепенно организм сам вам говорит, что, ну, Владим, ты же не хочешь уже ничего. Ты выпил этот коктейль. Я пошёл, проверил скайп, какие-то дела тут поделал. Ответил на письма. Всё. Часа два поработал. Всё. Пора пойти позавтракать. Что я делаю на завтрак? Обычно ем что-то белковое. Ну, вот так вот привык. Или яйца, или курицу. Ну, или творог себе хороший наделал. Причём я не делаю так, чтобы я хотел кушать всё время. Ешь нормально. Нормальную порцию. Поел. Всё. Стараюсь. Хлеб я заменил вот этими хлебцами. Знаете, такие хлебцы сухие продаются. Хотя иногда ем просто. Хлеб охота. Раз взял, поел. Нет здесь такого вот категорически отказаться от чего бы то ни было. Ну, хлеб охота. Мы к этому привыкли. Ну, я вот хлебцы себе беру. Иногда намазать что-нибудь сверху. Или маслом. Или каким-то. Ну, на хлебцы очень нормально. Я поел. Потом пошёл опять работать. Делаю, делаю свои дела. Наступает время обеда. Ну, час где-то. Я иду спокойно. Развожу себе. Зенфит. Аминокислоты. Опять же. Опять же. Зенфит. Мне очень нравится, Александр. Мне действительно нравится. Очень вкусно. Так как я. Кстати, я пью кофе, чай. Я не стал есть сахар. Я покупаю вот эти таблеточки. Там накидаешь себе. Творог я делаю. Смотрите как. Я не сахар туда кладу. Без сахара его противно есть. Берёшь творог. Берёшь творог. Ну, допустим, 100 грамм творога. Хорошего. Не надо. Вежиренный, нормальный творог берите. Чтобы вкусно было. Я беру кружку с водой. Кипячу чайник. Налил на донышко. Чуть-чуть кипятка. Плюхаю туда штук 8-9 этих таблеток. Они сами растворятся. Потом, когда они растворятся, добавляю туда воды ещё. Ну, там, грамм, чтобы 100 было. 120. И в творог. Всё развожу. Получается такая вот полная чашка. Вообще вкуснятина. Сладкая всё. Вообще жирненькая, сладенькая всё. Спокойно поел. Вообще объедение. Теперь, смотрите. Зенфин фита, я считаю, вообще классная штука. Вот её выпиваешь. Две таблеточки этой капсулы шейпа. Тоже съел. И через 30 минут я сажусь и нормально кушаю. Причём в обед я ем, в общем-то, суп. Я ем второе. Ну, всё как полагается. Но, опять же, я стараюсь, ну, вот, не есть картошку. Ну, как бы я её тоже ем, когда сильно охота. Но стараюсь, как бы, поменьше есть. Получается, поменьше стал есть хлеба, сахара и картошки, ребят. Ну, вот, вроде как, когда сильно охота, раз поел. Даже жареную, вот, недавно с грибами делал надежды. С удовольствием поел. Но, когда делаешь это, как себе, как небольшой праздник. Это вкуснее намного. А так стараешься есть, в общем-то, между едой яблоко запросто. Там, где-то там, ну, вот эти вот всякие овощи, да, фрукты. Это можно. Поел. Потом где-то ещё между утром, ну, обедом и вечером ещё полдник. Там яблочко что-нибудь съел. Потом, ну, понятно, что сидишь, работаешь. То есть, иногда, конечно, беру, говорю, пойдём ещё погуляем в это, ну, тут вот, жену, дочку пройдёмся. Дальше, вечером опять берёшь ZenFit, ZenShape. Ужин. Ужин, ребята, рекомендую всем. Не знаю, я когда-то это дело изучал. Говорят, что на ночь надо есть белок. То есть, если вы возьмёте на ночь, съедите два яйца. Или возьмёте творога, как я рассказал, хорошая. Или возьмёте курицу, грамм 150, съедите нормально. Прямо вот съедите. То, несмотря на то, что даже если вы поедите в 10 часов, у вас всё равно вес будет снижаться. Не знаю почему. Вот именно если белок, ну, снижается. То есть, на ночь старайтесь есть белковую тоже пищу. Вот таким образом. Вечером иногда тоже вот, когда настроение. Пойдём погуляем полчасика там с собачкой там и всё такое. И так делаешь каждый день. Каждый божий день. Вот сейчас я хочу ещё начать уже плавать скоро. Где-то через месяц тут уже бассейн вот сегодня чистят всё такое. Если вы живёте, ну, конечно, вы не все живёте в таких чудесных местах. Но есть же всё равно тренажёрные залы, бассейны, парки. У каждого есть своё. Я потому что и в Питере жил. Я ходил. У меня и дома был тренажёр, велотренажёр. У меня был такой пешком ходить тренажёр. Я его не смог привезти сюда. Всё там осталось. Но если нет этого, то просто полчаса туда две остановки. Полчаса назад вот вам Нина Кулешёва. Тысяча триста метров. Ну, километров вы зря написали. Тысяча триста метров это круто. Я проплывал километров, чуть не помер тогда. Это было два года назад. Но Нина круто. Вот таким образом я, ребят, худею. Пишите вопросы. А я сейчас попробую посмотреть, что тут. Ну, на самом деле, ничего сложного нет. Вот, Наташ, каждая прогулка. Только, Наталья, знаете, прогулку делайте на пульсе больше пяти-сто десяти. Музыку, английский язык в уши. Там, ну, что-то такое, да. И пульс. То есть, больше пяти километров в час старайтесь. Тогда у вас будет снижение веса. Гарантированно. Так, что у нас там дальше? Это, значит, у нас катание с горки. Тоже круто. Ну, да. Это всё вы видели. Инна для вас готовила, что вес. Вес – это не важно. Самое главное – это состав воды, жира. Соотношение костей, да, там, в вашем. Поэтому, когда вы заходите в тренажёрный зал, вот, метаосмотр идёт, там сразу распечатка. Столько-то жира, столько-то этого, столько-то этого. И когда вы начинаете заниматься, зачастую даже вес прибывает. А тело становится красивее. Вот. Но это не в моём случае. Куда уж красивее, когда 30 килограмм с лишним было. Это надо просто убирать жир. Я уверен, что у многих из вас есть тоже излишки. У кого есть, поставьте плюсики, кто считает. Но даже те, кто не считает себя худеньким, нормальным. Вот эти знания, которые сегодня вы получаете, они вам просто обалденно помогут продвигать бизнес. Понимаете? Я специально на своём примере решил доказать, показать, насколько это функционально. Вот. Каждый из вас может это сделать. Заодно делайте объёмы, товарооборот, наносите огромную пользу. Приносите, не наносите, своему организму. И гордо показывайте себя всем. И у вас всё больше и больше людей. Согласитесь, если вы худеете, и никому про это не рассказываете, на 10 килограмм, у вас спросят все ваши окружающие, как ты похудела, что случилось. И вот он звёздный шаг. Звёздный час у вас. Просто начинаете говорить то, что вас научил хотя бы Джефф. Да, я сейчас начала заниматься маркетинговым проектом. Как раз мы продвигаем продукт по похудению. Это бомба. Кстати, мне нужны люди, которые попробуют, а потом дадут отзывы. Всё. Ну, у меня все видео. Вы можете вот взять это видео. И там все наши видео. Сейчас я вам дам. Это канал-то наш общий. ЖНС. Заходите туда, подписывайтесь. Там все видео эти есть. Можете брать, располагать на своих страницах. Можете взять. Я не буду возражать, скачивать, себе ставить на канал. Пожалуйста. Я для этого не ставлю ссылки внизу. Свои. Чтобы ребята пользовались всеми этими делами. Вот. Сегодня я ещё одну вам дам. Большой совет. Это уже как партнёров. Скажите, есть здесь люди, которые не партнёры нашей команды TeamAlt? Поставьте нулики, пожалуйста. Я вам ничего плохого не скажу. Я просто посмотрю. Давать такую эксклюзивную информацию для партнёров только? Или не давать? Да дам всё равно. Давайте дальше посмотрим. Вот в эти надо укладываться нормы. Помните, я сортовал, у меня было 119 вот здесь. У мужчин, вот, талия должна быть всё-таки вот в этих пределах, 80-99. У меня было 119. То есть, конкретно плюс 20 сантиметров. И понятно, что это, что, ну тут даже разговаривать не надо. Вот. Вот у меня сильно было плохо дело. Но я думаю, что, ещё раз, вот тот же Игорь Парафеев. Куда ему худеть? Правда? Куда ему худеть? Но у него очень много людей вокруг, которые, ну, в общем-то, думают об этом. Может, они не говорят открыто, но думают. Почему им не дать вот эти видео? Или даже вот эту всю запись? Ну, запись мою не надо вот эту давать. Хотя можно. Я здесь искренне всё рассказываю. Вот. И у вас появится клиент. Причём всё честно. Абсолютно. Могут говорить они, что... Ой, я и так похудею. Без всяких этих фигня. Не похудею. Если я вот склонен к полноте, я всю жизнь занимался спортом. Ну, когда спортом занимался, я не толстел, естественно. 35 раз на перекладине потягивался, если такой бегал, лыжные гонки. Потом, когда уже перестаёшь физическая нагрузка, у тебя идёт вес. Вы знаете, вы возьмите вот свои фотографии где-нибудь до года. До года. Вот у меня фотография. Там одни складки. Меня мама так кормила хорошо. У меня много-много-много-много-много складок со всех сторон. Так вот, говорят, жировые клетки-то они формируются в первый год жизни. А они никогда не исчезают у вас. Никуда. Они становятся либо тоньше, либо толще. Но если они у вас сформировались, то склонность где-то закладывается в детстве. Поэтому ещё и говорят, не перекармливайте детей. Им потом будет труднее. Ну, в общем, такая штука. Наш продукт, Зен, он действует на гормоны, которые регулируют аппетит. То есть, вырабатывает эти гормоны. Я не буду. Вы посмотрите, что рассказывала вам, в общем-то, Инна. Кстати, надо... Я себе сейчас запишу. Два последних мастер-класса в Тимальт. Я сделаю это. Сегодня же, наверное. Класса в Тимальт. А может и сегодняшнюю встречу я тоже дам в Тимальт. Ну, если надо. Посмотрим. Вот. Кстати, поставил кто-нибудь ноль. Есть такие, что не партнёра? Нет. Значит, ну, я всё рассказал про это, что сжигает жир, наращивает мышцы, ограничивает аппетит. Ограничивает аппетит. Это всё я пропускаю. Вот. Ну, это рекомендации, которые я тоже вам уже рассказал. Мария, ну, здорово, что вам так говорят. Это круто. Но в любом случае, вы вот эти знания-то, у вас же вокруг много девчонок и мальчишек, которые полные. Их надо просто грамотно доносить до людей. Очень грамотно. Не так, как раньше Гербалаев. Спроси меня, как похудеть. Или как. Там что было написано? Я же с этого начинал. Хочешь похудеть? Спроси меня, как. До того не тактично. Это вообще. Или выискивали там потолще людей. Им говорили. Давай, мы научим тебя похудеть. А там такая злость и ярость. Я не хочу худеть. Отстань от меня. Вот. Это все делается так, как говорят в менеджере. Менеджер. Продай мне ручку, да? Отдает ему ручку свою. Говорит. На, продай мне ручку. Из кармана вытащил. А тот ему говорит. Листочек. Дайте мне, пожалуйста, автограф. Вы очень популярны. Я так мечтал о вашем автографе. В автографе. Наконец-то получилось. Тот. А ручки нету. Ручка вот она. И все. Тот ему ее дает. Понимаете? Надо потребность человека. Чтобы он сам у вас спросил. И тогда все решается. Поэтому, если вы считаете, у вас есть лишний вес. Начните с себя. И у вас все спросят, как вы похудели. Потому что у меня, по крайней мере, здесь уже человека четыре. Уже человека четыре. Внимательно за мной наблюдает. И изучает зен. Наверное, скоро будет покупать. Итак, вот так было все в моем случае. Вот здесь я через месяц. Первый месяц, ну, естественно, похудение идет самое быстрое. Ну, это всегда так. В первый месяц идет самое быстрое похудение. Потом организм начинает приспосабливаться к новому вот этому ритму и так далее. С трудом начинает отдавать лишнее все, да. Ну, вот первый месяц, вот тут так вот я изменился. Еще не сильно. Со ста девяти до ста... Ой, да, первый месяц. А вот второй месяц, вот четыре недели, восемь недель, я здесь не исправил. Восемь недель. Видите? Уже два месяца есть результат. Вот. Заметно же, да, ребят? А вот третий месяц уже, ну, так серьезно заметно. Ну, и вот, собственно. Вот такие. Ну, что, ребят? Ну, давайте, задавайте вопросы. Я вам, собственно, рассказал все. Но я не буду, чтобы заказать. Вы и так знаете, где заказать. Вот. Просто задавайте вопросы. Если кому-то что-то надо, я подскажу. Всегда отвечу в чате. Всегда отвечу. Потому, что, ну, это часть моей жизни сейчас. И мне еще восемь месяцев минимум, ну, этот марафон продолжать. Вот. Восемь. Ну, уже семь с половиной. Я гарантирую, что я это сделаю. Я даю вам слово, что я не остановлюсь. Спокойненько дальше доведу свой вес до семидесяти шести килограмм. И я не буду худым. Метр семьдесят шесть рост, семьдесят шесть килограмм. Это нормально, я считаю. Ну, что, вопросов нет. Тогда все. Если вам больше ничего не надо рассказывать, я на этом тогда заканчиваю. Ну, все тогда. Давайте я вам сейчас расскажу, дорогие партнеры. Дорогие партнеры. Каким образом вам нужно сейчас использовать Тимальт, чтобы у вас заходили партнеры в вашу команду. Вот смотрите, ребят. Ну, последний пример. Последний пример. Итак, пятница. Сейчас я поменьше сделаю. Пятерочка. Пятница. В эту пятницу я решил дать информацию о деловой встрече немножко по-другому. Я дал всем, кто онлайн в скайпе своим. Ну, кто онлайн. Есть такая функция. Показать только тех, кто онлайн. Такого рода, ну, такого плана объявления. Что система Тимальт теперь работает по-новому. Для того, чтобы получить все фишки, все обучение, все методики по заработку, вы должны авторизоваться или зарегистрироваться по ссылке. И даете свою ссылку. Кстати, есть в чатах мое письмо. После этого вы зайдете, нажмете на конференцию. Ну, выберите удобное время. А это было, я давал где-то в 10. Как раз на 11. Нет. Да, я где-то вру. Я давал где-то в час на 15.00. И я написал, выберите время, посетите. И у вас тут же появятся все-все-все кнопочки. И что произошло? Ну, и по почте я дал тоже такое письмо. И что произошло? В систему Тимальт. В систему Тимальт. В пятницу у меня пришло. В пятницу-субботу 31 человек. Новых. Когда я просматривал, нажал на слово команда. Команда. Я увидел, что из 31 человека, 22. Уже посетили вебинар. То есть, у них стоит галочка. То есть, когда я дал по новой методике. Я тут же вам про это рассказываю. 22 человека посетили вебинар. Это круто. Согласны со мной? После этого я в скайпе написал фразу. Ну, там, имя. Я с радостью увидел, что вы посетили вебинар. Деловую встречу. Надеюсь, вам понравилось. Когда вы хотите со мной обсудить все методики по заработку. Я ваш наставник. Я вам все это покажу. Ну, простое письмо. Только тем, у кого стоит галочка. Понимаете? Вот с пятницы, ну как, с суббота. Да, вот это письмо я дал в воскресенье. Потому что пятница, с суббота я был плотно занят. В воскресенье у меня как бы два партнера зарегистрировалось. Сегодня еще один. И два человека, они зарегистрируются или сегодня вечером, или завтра. То есть, результат всего одного действия. Ну, фактически пять партнеров. Но я думаю, будет больше. Потому что там очень много появилось, ну, сейчас мыслей. Вот те, у кого не стоит галочка, посетил вебинар. Вы возьмите технику Аленке, она сегодня дала. Просто звонок и переведите их в посетивший вебинар. И дальше все просто. Понимаете, ребят? Вот когда подход вот такой немножко изменился. Просто я сейчас, ну, невероятно рад. Система работает на 200%. Понимаете? Важно это вот только делать. Постоянно это делать. И использовать все, что мы вам даем. Вот сегодня Алена записала шикарный ролик. Согласны? Поставьте плюсики. И вот эту технику, которую я вам дал. И еще сейчас вот готовят ролик Джеффа. Который он дал. Второй этот. Второй вебинар. Но это все эти ролики. Они у нас загружены уже в обучение для лидеров. Это там отдельная закрытая школа. Она только для жемчугов, сапфиров или руководителей. Старайтесь ими стать. Ну вот, собственно, на этом сегодня я заканчиваю. Если есть еще вопросы, я даю вам две минуты. Если вопросов нет, то за дело. Схема, которую я вам дал сейчас. Вот просто пролистайте чат и увидите это письмо. Берите и делайте, как я. Это можно дать и в соцсетях обыграть это. И так далее. Игорь, я могу сделать эту запись. Конечно. Но она будет не раньше, чем через 5 часов. Я ее не буду давать в Тимальт. А может буду. Вырежу только. Да, наш чат, Ален, лидерский, фокус-группа. Ну, там во всех трех я давал это письмо. Вот. Я вырежу только тогда свое вот это вот. Ну, где я говорил про похудение. Это тоже очень вам пригодится. Может быть, кому-то дать. Например, хочешь послушать, ну, допустим, рассказ, историю реального человека. И он с удовольствием послушает. Ну, все тогда. Давайте, ребят. До связи. Всем хорошего вечера. Сегодня еще будет кое-какие обучения. Сафронов про Альтрафик сегодня будет выступать. Ну, все. Всем пока.